Телеканал Ньюсфронт. Программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. Здравствуйте. Итак, папа римский Франциск заявил о том, что спецоперацию на Украине мог спровоцировать лай НАТО в дверь России. Довольно необычное заявление по нынешним временам о том, насколько все-таки понтифик способен взять на себя роль миротворца, которую он настоятельно предлагает уже определенное время. Попытаемся разобраться с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи ведущий эксперт Центра военно-политических исследований Московского государственного института международных отношений Михаил Александров. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Вот это вот выражение Папы Римского, которое сейчас цитируют очень многие наши СМИ, это говорит о том, что это определенный разворот в понимании Запада того, что происходит на Украине. Или, скажем так, единичный случай, да и слова вообще вырваны из контекста. Ну, я так думаю, что Папу Римского ассоциировать полностью с Западом, наверное, неправильно, потому что Папа Римский представляет не только прихожан Запада, но и всего католического мира. И, пожалуй, наверное, больше даже прихожан у него в Латинской Америке, чем на Западе. Вот, поэтому он как-то вынужден более сбалансированно, видимо, выступать. Ну, и вообще, церковь всегда выступала за мир. Если вы посмотрите Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, против которого сейчас, кстати, Запад пытается санкции ввести, то он тоже за мир выступает. И вот недавно он выступал, говорил о том, что Россия никогда ни на кого сама не нападала, что, в общем, Россия всегда была за мир. Но вот Россию вынуждали обороняться. Вот, и до этого он за мир выступал. Так что, ну, церковь традиционно выступает за мир. Вот, хотя, честно говоря, есть случаи, когда надо поддержать своих, такие случаи бывают в период великих освободительных войн, как во время борьбы с татаром-монгольским игом, вот, как во время великой смуты борьбы с польской интервенцией. Русская православная церковь была на стороне, в общем, победоносной войны. Вот, и сейчас, я думаю, схожая ситуация. Ну, Папа Римский, он себя ни с какой западной страной не ассоциирует, тем более с Украиной он себя, если ассоциирует, то только с частью Украины, в основном с западной Украиной. Поэтому, конечно, ему тут вот так вот выступать однозначно в поддержку Запада ни к чему. И все-таки, насколько его усилия могут оказаться эффективными? Ну, то есть, насколько сейчас все-таки Ватикан, это авторитетная организация в решении политических вопросов? Ну, я думаю, большого успеха у него не будет. Успех будет, как нам уже сказали, решаться на поле боя. Я тоже в этом никогда не сомневался. Но такие выступления, они в какой-то степени Западу выгодны. Им же важно дезориентировать российскую общественность и российское руководство. Как вы знаете, у нас в руководстве существует такая пацифистская группа, которая все время выступала за какие-то переговоры бесконечные, и за Минские соглашения, 8 лет переговоров, да, и, в общем, сейчас они навязали на вот эти переговоры с нацистским киевским режимом. Чего они добиваются? Ну, видимо, они рассчитывают как-то вот, что после вот этих соглашений опять можно будет нормализовать хотя бы частично отношения с Западом, опять торговать. Вот, например, «Газпром» очень активно всегда, так сказать, лоббировал всякие компромиссы. Как мы знаем, до сих пор «Газпром» продолжает поставлять газ через Украину, фактически подпитывая этот режим. И такие вот компании есть, и они, да, они влияют на правительство, влияют на президента, к сожалению, и не дают нам победоносно закончить войну. Потому что, я вот уже давно говорю, что необходимо было с самого начала уничтожить систему государственного управления Украиной. Но нам навязали эти переговоры, и под этим предлогом сейчас ни Зеленского, ни его окружения, ни другие административные структуры Украины фактически не трогают. Это что значит? Зеленский сейчас стал символом сопротивления, так называемой, российской агрессии. Он сплачивает украинцев. Они там все зомбированы, и ничего не понимают, на самом деле, что реально происходит. Вот, и отсутствие вот этой консолидирующей личности и государственных структур, это, во-первых, что сделает? Это сорвет полностью мобилизацию. Это затруднит поставки вооружения на Украину. Это создаст определенный разнобой в командовании войсками. Начнутся какие-то невнятные движения. Потом в отсутствие центрального руководства решение о том, чтобы сдаваться в плен, уже командиры смогут принимать на местах. А не звонить в Киев там и спрашивать, можно нам сдаться, нет? А им отвечают, если вы сдадитесь, мы вас расстреляем. Таким образом. И вот разрушение этой системы государственного управления Украины, оно ускорило бы наше наступление, ускорило бы победу в войне, понизило бы существенно наши жертвы. Именно поэтому Запад втравил нас в эти переговоры. То есть переговоры эти явно не имеют перспективы. Это совершенно очевидно. Это, в общем-то, уже и министр иностранных дел признает, фактически. Да и президент тоже высказался в том смысле, что никакого ответа нет от них. То есть понимание того, что переговоры ничего не дают, есть. Ну вот, чтобы перейти вот к этапу уничтожения системы государственного управления Украины, вот не хотят. Вот эта вот надежда тлеет, что какие-то, в общем, договоренности возможны. Но я вот все не знаю. Когда наша власть, наконец, избавится от этих иллюзий и перейдет к решительным действиям? Может быть, все-таки есть определенные какие-то превходящие обстоятельства, которые пока мешают осуществлению подобных вещей? Ну, я думаю, это вот еще одна иллюзия о том, что вот поддерживая видимость переговоров, мы как-то улучшаем свое положение в международном сообществе, так сказать, получаем возможность работать с теми странами, которые не западные страны, которые не являются недружественными с тем же Китаем, Индией, которым становится легче, так сказать, противостоять давлению Запада в том, чтобы вводить против нас экономические санкции. Но я считаю, что это ошибочная линия, потому что, как известно, друзья познаются в беде. Если, так сказать, эти страны нас предадут, в общем, какого-то особо большого толку от того, что они нас сейчас поддерживают, я лично не вижу. Потому что у нас запасов, так сказать, экономических достаточно на достаточно длительный период времени, на несколько месяцев, по крайней мере. Наша победа, вот что будет главным фактором, который повернет к нам оставшуюся часть человечества, а не западную часть человечества. То есть, если они увидят нашу решительную победу, мы станем серьезным авторитетом. А так вот это бесконечное продолжение войны, пусть мы, так сказать, сохраняем имидж таких хорошеньких, которые, так сказать, ведут переговоры, но отсутствие успеха с каждым днем подрывает наш международный авторитет. И чтобы нам не рассказывали, что мы вот ведем войну, чтобы минимизировать потери, мы-то это понимаем, но вот другие страны-то этого не понимают. Они видят, что продвижение очень медленное, успехи незначительные, и поэтому они считают, что вот Россия слаба, то есть начинают так считать, по крайней мере. И если это будет бесконечно долго продолжаться, то наш авторитет только будет падать. А сохранение режима Зеленского только затрудняет нам ведение боевых действий. Но это, может быть, только политики так считают, настоящие военные эксперты, которые вникают в развитие событий и понимают глубоко то, что происходит, они высказывают совершенно разные точки зрения по этому поводу. Ну, какие, например? Например, то, что действительно мы правильно действуем, то, что у нас очень эффективная тактика. Да, она медленная, но в конце концов поставлена эта задача, она решает? Ну, да, я, может быть, и соглашусь с этим мнением, понимаете? Но в международном аспекте, я же говорю про международный политический аспект, вот такое медленное продвижение, оно вызывает, так сказать, сомнения в эффективности нашей армии у других стран, понимаете? Мы-то, понятно, почему так действуем, мы пытаемся минимизировать потери среди военнослужащих наших и среди мирного населения, потому что мы ведем, в общем-то, войну сейчас на дрожественной территории. Вот, но я не говорю даже, что эту тактику надо менять. Я говорю, что надо уничтожить государственную систему управления Украиной. Это на нашу тактику вот на фронте, собственно, никак не влияет. Но это уже не делается. Михаил, спасибо вам большое за интересное мнение по теме нашей сегодняшней программы. Я благодарю за то, что вышли с нами на прямую связь. Ну и до следующей встречи на телеканале Ньюс Фронт. До свидания. Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. Напоминаю, что папа римский Франциск заявил о том, что события на Украине спровоцированы прежде всего действиями Запада. Мнение довольно-таки необычное для представителя этого самого Запада. Насколько в данном случае это может стать тенденцией? И сможет ли вообще понтифик быть этаким посредником во время переговоров между Россией и Украиной? Ну и а также о многом другом мы побеседовали с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи был ведущий эксперт Центра военно-политических исследований Московского государственного института международных отношений Михаил Александров. Спасибо за то, что были с нами. Телеканал Ньюс Фронт продолжает свою работу.